Краснодарский край Армяне, адыги и все другие жители Сочи и Кубани мирно сосуществуют, дружат, работают, вместе растят детей, вместе радуются и вместе скорбят. Сегодня день, когда мы склоняем свою голову перед памятью страшного геноцида, который в начале прошлого века, в годы Первой мировой войны, учинили власти бывшей Османской империи против собственного армянского населения. По подозрению в возможном сочувствии к наступающим русским войскам на Кавказе, в одночасье были уничтожены все армянские военнослужащие турецкой армии, все попавшие в руки палачей представители интеллигенции, священники, предприниматели. Простые крестьяне, веками жившие на исторической армянской земле, были почти полностью истреблены и изгнаны в пустынные внутренние районы Турции. Погибло более миллиона человек, и жертвы были бы еще больше, если бы в отдельных поселениях армяне не смогли сами взяться за оружие для отпора, если бы Россия не приняла на себя беженцев и переселенцев. Это преступление было совершено младотурками, тогдашними хозяевами Османской империи. К огромному сожалению, власти сегодняшней Турции отрицают сам факт геноцида, уклоняются от покаяния, несмотря на то, что огромное число стран в мире признали геноцид армян первым масштабным геноцидом в новой истории. Горжусь тем, что по моей инициативе, на основе моего доклада Государственной Думы в 1995 году, Россия признала массовое истребление армян на их исторической родине геноцидом, отвечающим всем признакам этого преступления в соответствии с Конвенцией ООН. Дорогие сочинцы, белореченцы, обширонцы, я родился и вырос в Сочи. Среди моих друзей детства и юности люди разных национальностей, которых я не делю по этническому признаку. Но сегодня, на фоне происходящего недалеко от нас за Кавказе, я еще раз призываю всех вас к солидарности, к пониманию того, что чужого горя не бывает. Тем более, если речь идет о наших соотечественниках, об армянах, христианском народе, взятом 200 лет назад под покровительство русского народа и Российской империи. Презираю тех, кто из зависти или других низких чувств считает для себя возможным пренебрегать или даже унижать по национальному признаку своих земляков и соседей. Слава Богу, мы казаки. Созданный по моей инициативе Международный русско-армянский Лазаревский клуб только что опубликовал свое заявление, в котором говорится, что мы никому в наших странах, России и Армении, не позволим забыть о геноциде. Никому не дадим разъединить Россию по национальному признаку. Сегодня, 24 апреля 2021 года, в 106-ю годовщину начала геноцида армянского народа, повод выразить свое сочувствие и уважение нашим согражданам армянской национальности. Благодарю вас за внимание. Всегда ваш Константин Затуллин.